всем привет меня зовут роман и для вас я нашел сегодня особенного пациента вам зашел ролик с обзором видеокарты после майнинга и я нашел тот самый вариант который скорее всего вы будете рассматривать на вторичке это RTX 3060 от Palit Dual OC в чем собственно соль почему вы будете смотреть скорее всего именно эту карту и почему ну вот так RTX 3060 самая популярная карта для майнинга вот прям самая популярная эти карты стоят сотнями и тысячами штук точнее стояли уже можно говорить в майнинге и вот эта карта была приобретена практически в самом начале и все это время майнила майнила и майнила давайте ее разберем посмотрим сравним как говорится до после но для начала как обычно сначала визуальный осмотр ну во первых карта попала к нам грязный можете это четко видеть здесь у нас здесь у нас чтобы вы видели на черненьком внутри немножко мусора почему бы как говорится и нет ну а видеокарта вот по вот этому вот масляному следу можете видеть что карта мягко говоря описалась что с ней надо делать ладно поскольку этот вариант все-таки не вариант давайте карту разбирать смотреть дальше здесь под кожухом ну то есть по большому счету тут пластик тут пластик если этот пластик отмыть а он на самом деле отмывается то есть карту просто замочат в спиртовой ванне возможно в ультразвуковой спиртовой ванне буквально там на пару минут для того чтобы весь мусор вся пыль из нее ушли будет выглядеть она как новая ну то есть вот например вот это вот масляное пятно прекрасно отмывается спиртом великолепно то есть оп и пластик можно сказать как новый соответственно по этому моменту виде к вам скорее всего попадет чистый но либо следы по крайней мере разводы и лужи силиконового масла с нее удалят но если нет то есть еще раз вот здесь там прям вот все мокрое но выглядит как мокрое но мокрое но в силиконовом масле вы можете почувствовать это пальцем увидеть глазами и вот это вот все то есть даже если корпус очистят просто присматривайтесь к детали ну что так сказать что-то тяжело на нашей карте еще майнинговую карту выдает отключенный разъем подсветки ну это классика целовать жрет как говорится ну и в целом больше по карте наверное снаружи ничего особо не видно хотя греется она конечно адски адски греется в рм аж за сотку но по текстолиту поскольку он очень уж хорошо упакован в пластмассу ничего не видно и по сути карту вы можете только случайно увидеть что она майнила если ну скажем так люди действительно заморочатся и решат вернуть ее в состоянии как новое вентиляторы крутятся без проблем и в принципе несмотря на то что как долго долго майнила ее отмыть снаружи и вы этого не заметите ну ладно давайте разберем посмотрим что внутри то что с температурами у нее непорядок это вы уже знаете давайте разбирать итак у полита есть возможность снять бэкплейт без нарушения гарантийной пломбы правда вам это не ничего не дает даже несмотря на то что виде грелся более чем до 100 градусов учитывая скажем так загрязненная система охлаждения вот это вот и тут прям прям там прям волосы прям страшно лезть но побежалости и каких-либо следов на текстолите нет и это печально то есть если что здесь мы ничего не увидите достаточно будет хорошенько продать карту компрессором хотя возможно вот вот в этом вот моменте на термопрокладках вы увидите что с ними что-то не так но не более того то есть при беглом осмотре опять же ничего не видно кроме волос конечно я тоже займусь итак все это дело разобрано все еще грязненькая но как бы это поправимо все в масле на насколько вам видно на камеру ну тут прям все в масле вот здесь все масло здесь все масло грязище радиатор мог бы быть и потолще то есть пластиковый кожух большой страшный а вот радиатор не такой большой страшно вот как бы даже немножко расстраивает накрывает он по идее все чипы вот это вот все но вот эта термопрокладка между прочим ни с чем не контактировала и все равно уже состояние мертвая она тоже потекла хотя ну контактировала просто с теплосъемной пластиной забавно сам виде вообще мокрый ну то есть все вот в масле и две фазы питания ну и два чипа памяти нам не доложили соответственно это могла бы быть 3060ти находить эти элементы на своем месте наверное хотя вот три фазы питания я бы здесь рассчитывал увидеть в любом случае потому что именно с температурой цепи питания здесь есть проблемы ну судя по показаниям тепловизора а вот никаких следов побежалости на текстолите либо чего-то еще здесь как ни странно нет то ли текстолит лучше то ли в отличие от видеокарты где цепь возможно грелась даже сильнее этого не видно ну или текстолит лучше я думал что просто другой текстолит на котором этого не видно да то есть текстолит вот цвет еще не особо поменял странно ну ладно то есть внешних способов отличить от моего видеокарту у вас нет а кто-то придется с этим смириться а я пожалуй приступлю к обслуживанию а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Температура видеокарты после замены термоинтерфейсов Вырасти, упасть, не измениться Пишите свой ответ в комментарии Вот прямо сейчас напишите, потому что сейчас будет весело Поехали Так, я поменял термопрокладки На память я положил 12,8 Вт на метр квадратный На УВРМ я положил местами 12,8 Вт на пару мест на питание памяти А на питание графического чипа я положил 6 Вт на квадратный метр термопрокладки Штатные, наверное, были чутка похуже Почему? На процессоре температура выросла на 3 градуса На ходспоте температура выросла на 3 градуса На УВРМ температура упала на 7-10 градусов Соответственно, к сожалению, мы не проверили ровно одну вещь Но, как говорится, умная мысль приходит потом Скорее всего, учитывая, что мы на УВРМ намерили 101 градус в тесте Частоты графического чипа были ниже, чем во втором тесте Просто потому, что УВРМ во втором тесте, когда мы поменяли термоинтерфейс, не перегревался И, соответственно, возможно, чип работал на более высоких частотах Ну или нагрев ВРМ эффективно передался радиатору И, скажем так, помешал охлаждать процессор на целых 3 градуса Что тоже может быть вероятно Хотя тут, по идее, не должен Но, кто знает, кто знает Поэтому, как-то так Вот какие-то такие результаты На самом деле, ожидалось, что там будет прям минус 15 Но минус 10 было только на ВРМ О всех остальных местах было плюс-минус то же самое Хотя, возможно, были сильно разные частоты Но это мы не проверили В общем, как-то так И, в целом, видеокарта на удивление в живом состоянии Ну, по крайней мере, визуально Нет побежалости на текстолите И, кроме насмерть вытекших термопрокладок В целом, все в порядке И с самой термопастой Ну, ладно, майнинг эфира Как бы графический чип не нагружает Но, в целом, как-то так Поэтому, скорее всего, если вам попадется Помайнившая 3060 палет дуал ОЦ Вы вряд ли сможете найти разницу Относительно карты, которая не майнила Ну, скажем так, стояла в игровом компьютере Хотя, конечно, если из нее, так же, как и из этой Будет ручьем течь масло Силиконовое, из прокладок То вы о чем-то догадаетесь Ну, а на этом все Всем пока И помните Едва бай Только лучше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!